добрый вечер добрый вечер добрый вечер дорогие мои друзья сегодня я вам рассказываю про нашу недельную главу кто помнит как ее зовут нашу недельную главу кто помнит кто знает совершенно верно молодец гиль замечательно наша недельная глава она рассказывает о том как ашем повелел муше назначить нового главу еврейского народа вы знаете что ашем ашем сказал муше ты не можешь войти в эрецисроиль в эрецисроиль евреи войдут без тебя потому что ты не сумел не сумел встать достойно перед оскверняющими мое имя и осветить мое имя в водах водах ссоры когда 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 нас смешники пересмешники лица ним они осмеивали мои заповеди и говорили что ашем не может не может дать им воду посреди пустыни из голых скал ты должен был тогда говорить приказать скале выдать воду а ты вместо этого ударил ее два раза посохом поэтому ты не сможешь войти в эрецисроиль евреи войдут туда без тебя и тогда муж и просил у ашема просил у ашема чтобы ашем назначил назначил нового руководителя нового предводителя нового царя для еврейского народа чтобы когда евреи войдут в эрецисроиль чтобы они не разбежались в разные стороны и не были каждый сам по себе чтобы они оставались все вместе чтобы они шли как один народ и чтобы у них был единый глава который их ведет в эрецисроиль посмотрите как муж и заботится о о евреях и ашем конечно же конечно же ашем сказал что муж и абсолютно прав и назначил нового главу еврейского народа вы помните кого ашем кому ашем повелел передать передать власть кому муж и должен был передать власть юшуа беннуну совершенно верно юшуа беннун был великий великий праведник и он был самым самым лучшим учеником муж и он первым приходил он первым приходил в быть мидраж в дом учения и он последним уходил он он расставлял все стулья и все столы по местам чтобы евреи придя могли сразу же начать учиться он поддерживал чистоту в быть мидраж если он видел хоть какую-нибудь мельчайшую соринку он сразу сразу ее убирал и и то 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 место где лежала эта соринка он своей бородой протирал до блеска он настолько любил тору что что он готов был всего всего себя отдать всего всего себя отдать ради торы ради того чтобы евреи учили тору ради того чтобы им было приятно находиться в доме учения и за эту за эту удивительную самоотверженность и любовь к торе за за это следование за муше даже даже когда муше взошел на гору синай юшуа не вернулся к себе в шатер как все евреи а он ждал ждал у самого края у границы горы синай когда муше спустится чтобы сразу начать чтобы сразу начать учить тору которую принесет муше ай за все за это юшуа был назначен новым главой еврейского народа муше вывел его перед всеми евреями он представил его они конечно знали кто это такой они все все знали юшуа муше его представил как нового как нового руководителя он благословил его и на глазах у всех он передал ту святость которая которая была у него от того что он получил тору с горы синай вы помните что даже лицо муше светилась особым светом небесным светом ангельским светом светилась лицо муше и он возложил руку руки на голову юшуа и он благословил его и передал ему свою святость и свою тору и свой свое пророчество все евреи увидели увидели как как засветилось лицо юшуа вы знаете что это подобно тому как есть солнце и есть луна да это сравнивают мудрецы с солнцем и луной солнце оно очень жаркое очень ярко и от него во все стороны исходит свет луна она холодная но когда на нее попадают лучи солнца то она отражает эти лучи солнца и мы видим что от луны тоже исходит свет это не свет самой луны она только как зеркало отражает нам лучи солнца также и муше муше он мог говорить сашемом лицом к лицу и он был полон 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 торы полон полон святости его лицо светилась само по себе когда он передал эту святость юшуа юшуа он как будто бы луна он уже не на таком высочайшем уровне как муше но он отражает нам эту святость святость и идущую от ашема он отражает ту святость которую передал ему муше и муше ему сказал крепись и мужайся потому что ты введешь евреев вертис роиль ты должен быть очень мужественным очень крепким ты должен ничего не бояться ни врагов и и и не своих и не своих друзей которые которые иногда вы знаете что евреи не всегда вели себя красиво не всегда вели себя хорошо не на нас пугать на гиль не надо не всегда вели себя хорошо и вы помните что даже муше они не всегда слушались муж сказал юшу ты не должен бояться своего народа если евреи что-то делают неправильно ты должен их наставить направить на правильный путь и ты должен твердо твердо следить чтобы евреи чтобы евреи исполняли волю ашема и все заповеди несколько раз несколько раз муше повторяет чтобы крепился и мужался ешуа и чтобы он мог ввести евреев вертис роиль кроме того он заповедует особую заповедь заповедь обучать евреев торе заповедь которая касается царей израиля каждые семь лет вертис рояль наступает год который называется шмита седьмой год как он у нас называется шмита в этот год все евреи вертис рояль обязаны оставить свои работы свои сады свои поля все это оставляется кто хочет может прийти и поесть кто хочет может прийти и сорвать яблоко может может бесплатно всюду пишется ничьё эфкер эфкер ничейная кто хочет приходите и берите седьмой год не обрабатывают землю не собирают урожай это год шмиты что же евреи которые все время все шесть лет работали на земле пахали сеяли собирали урожай грузили его отправлять что же они будут делать весь этот год что они будут лежать на кровати зевать щелкать семечки нет конечно же конечно же нет этот год ашем дал специально для того чтобы все евреи учили тору чтобы все евреи учили тору в этот год в праздник суккот все евреи собираются в иерусалиме и царь машиах знаете сейчас у нас нет к сожалению царя машиаха да но было у нас время когда он у нас был был у нас царь давид был у нас царь шауль был у нас царь шломо были 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 у нас цари помазанники помазанники ашема так вот в год шмиты в праздник суккот когда все евреи собирались в иерусалиме царь сам царь он выходил перед всеми евреями и громко вслух читал тору чтобы все видели что даже царь точно так же как все евреи он обязан учить тору повторять тору читать тору объяснять тору учить тору при приходили и мужчины и женщины и старики и даже приносили маленьких маленьких только что родившихся детей зачем приносили детей что могут маленькие крошечные только что родившиеся дети понимать вторе они не умеют не говорить не не только только умеют плакать или улыбаться. Ашем сказал, что дети, даже самые маленькие, когда они услышат слова Торы, когда они услышат слова Торы, эти слова останутся у них в сердце. Хоть они и ничего не понимают, эти слова останутся у них в сердце. И всю жизнь они будут жить с Торой в сердце. Вы знаете, был такой великий мудрец, раб Еруда Анаси, он составитель Мишны, он записал для нас Мишну все самые-самые важные, самые важные сведения из устной Торы. Знаете что, во всех местах, где он писал высказывания мудрецов, он писал от чего имени, кто из мудрецов передал нам эту частицу Торы, когда он писал о том, что он выучил из Торы, и он от своего имени нам говорит. Но есть некоторые места, в которых он ни словом не говорит о том, откуда взялись эти слова, кто их сказал. И у него спросили другие мудрецы, почему в некоторых местах, раб Еуда, ты написал, ты не написал чьи это слова. Раб Еуда им ответил, эти слова Торы я услышал, когда я был младенцем, когда я был маленьким-маленьким, крохотным, и папа на руках приносил меня в бет-медраж, в дом учения. И эти слова, они остались у меня в сердце, но я не знаю, потому что я был маленький, я не понял, кто это сказал, кто из мудрецов это сказал, но слова святой Торы остались у меня в сердце. Ай, вот поэтому, поэтому даже, даже самых маленьких малышей приносят, приносят в дом учения, приносят в храм, чтобы они услышали, услышали, услышали слова Торы. Посмотрите, вот здесь на этой картинке видно этого еврея, который оставил все инструменты, написал эфкер, ничье, рядом со своим полем, и он, чем он занимается, он сидит и учит Тору в год шмиты. Весь этот год он будет учить Тору. А на следующей картинке уже видно, видно царя, который в сопровождении первосвященника, Коинга Доля, и мудрецов, он читает свиток Торы перед всеми евреями. Вы знаете, что царь, он должен был сам, сам переписать себе специальный для себя свиток Торы и нигде с ним не расставаться. Если он сам не умел, не был научен переписывать грамотно свиток Торы, то он должен был заплатить любые деньги. А, да? Да, Залбан? Что? Погромче, я не слышу. Вот ты далеко от микрофона. Можно, пожалуйста, чуть погромче это сделать? А, я могу только выключить у всех микрофоны, и тогда будет меня слышно немножко громче. Да, но у всех выключены сейчас. Я ничего не могу к этому добавить. А, я могу погромче, чуть-чуть погромче говорить. Так вот, царь должен был сам, сам написать свиток Торы, переписать свиток Торы. Вы знаете, что свиток Торы не пишут по памяти, а его переписывают с тех свитков, которые уже есть. С первых свитков, которые написал сам Моше, потом с них переписали мудрецы, и дальше их размножили. И до сегодняшнего дня свитки Торы обязательно переписывают. Кладет перед собой Сойфер. Сойфер, это тот человек, который умеет грамотно, правильно переписывать Тору. Он кладет перед собой свиток Торы, кладет перед собой пергамент, и он переписывает буковку за буковкой в точности, в точности, в точности, как написано в той Торе, которая уже есть. Вы видите, что царь, он должен был иметь с собой всегда, всегда не расставаться с этим свитком Торы, который он сам переписал, или если он сам не смог, он заказал мудрецу, чтобы ему мудрец переписал, и чтобы мудрец научил его понимать и читать этот свиток, чтобы он мог в седьмой год, в год Шмиты, громко, вслух, перед всем еврейским народом прочитать Тору. Вы знаете, что Тора, она не пишется на бумаге, и она не пишется, не пишется на стенке, и она не пишется на камне. На чем пишут свитки Торы? На пергаменте. Пергамент совершенно верно. Не на картоне и не на папирусе, только на пергаменте. Пергамент это тонкая, 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 хорошо, хорошо очищенная шкура, шкура кошерного животного. Например, коровья шкура или баранья шкура. Ее снимают с нее всю шерсть, ее чистят, чистят, скребут так, чтобы она стала тонкой, тонкой, белой, белой, как бумага. Вы знаете, что пергамент, он сухой, и он из кожи сделан, и он очень, очень, очень долго не портится. Сегодня археологи раскапывают древние свитки Торы, такие свитки Торы, которым две тысячи лет, три тысячи лет. Вау! Бумага за такое время превратилась бы в пыль, а пергамент, он сохранился, и можно проверить, что в точности такая же Тора, какая была записана три тысячи лет тому назад, точно слово в слово, буковка в буковку, точно такая же Тора, она осталась и сегодня. Ничего не забыто, ничего не пропущено, ничего ни в коем случае не добавлено. Как была дана Тора Моше, так Моше передал ее мудрецам, Ешо и мудрецам, и так она дошла до наших дней. Вы знаете, что когда софер, когда он переписывает Тору, он берет специальную, он не берет авторучку, он не берет карандаш, он берет перо, перо, например, гусиное перо, да, гусиное, он его затачивает специальным образом, обрезает его, чтобы оно было остреньким и чтобы, вы знаете, что внутри этого пера, внутри него ничего нет, оно пустое внутри, когда он окунает его в специальные чернила, дьё, то это дьё остается внутри пера, и он этим дьё аккуратно-аккуратно выписывает буковки Тору. Однажды я попытался, попытался мне софер, дал попробовать, попробовать писать этим пером. Вы знаете, что пером писать очень-очень непросто, надо уметь писать пером, когда я попытался, у меня вышла клякса, каляка-замаляка. Он мне показал, как правильно держать это перо, и как не сильно нажимать на него с определенным нажимом, как правильно писать, и он моей рукой провел, сделал красивую буковку, буковку Бейс. Почему буковку Бейс? Он хотел мою фамилию, чтобы я первую буковку написал. Так вот, софер, софер, он умеет, умеет писать пером. А, я вам не рассказал, из чего делают дьё, из чего делают чернила для написания Торы. О, берут, берут оливковое масло и зажигают его. Вы знаете, что оливковое масло, оно очень-очень чистое. Очень-очень чистое, и от него почти-почти совсем нет дыма. Но, всё-таки, если над ним поставить стекло, чистое стекло, то, постепенно, оливковое масло, которое горит, оно оставляет немножко, немножко зачерняет это стекло, пока на этом стекле не образуется слой, слой вот этого дыма от сгорания оливкового масла. Потом этот слой копоти этого дыма, его, его соскребают, как порошок сухой, и чуть-чуть разводят водой, и получается чернила, дьё. Эти чернила, они очень-очень стойкие. За много-за много лет, за тысячелетия эти чернила, они не отпали и не выцвели с пергамента тех свитков Торы, которые теперь нашли древнейшие свитки Торы. Так вот, всё, всё это делается для того, чтобы Тора сохранялась как можно дольше, ни в коем случае не стиралась и не разрушалась. Софер пишет её медленно буковка за буковкой. Он постоянно сверяется с той Торой, которая лежит перед ним уже написанная и переносит слово за словом буковка за буковкой на новый свиток. Ай, даже, даже над буковками есть особые, особые такие, как будто короны, маленькие-маленькие усики над буковкой, над буковками над каждой свои. Вы знаете, что из этих корон над буковками раби Акива выводил огромное количество, огромное количество законов, законов Торы раби Акива выводил, разъяснял из сравнения тех корон над буковками, которые, которые написаны в Торе. Поэтому Софер, он должен в точности, в точности написать и форму буковки, и её корону, и её место, и её величину, и он переносит буковку за буковкой. Вы знаете, что Софер, прежде чем утром, рано утром, он спускается в Микву, и он окунается в Микву, чтобы очиститься от всякой тумы, чтобы в тот момент, когда он пишет Тору, он был чистым, Мейер, не надо, он был чистым, ритуально чистым, чтобы никакая тума не была на нём. Вы знаете, что в то время, когда он пишет Тору, ему нельзя думать о посторонних вещах, ни о том, что он купит на завтра, ни о том, как он ездил в турпоход, ни о том, как его сын получил отметку в школе, ни про что ему нельзя думать, кроме той Торы, которую он переписывает. Поэтому Суфер, он должен быть очень-очень праведным человеком. Если это нечестный, неправедный человек, он может написать Тору даже очень красиво, но при этом он думал о чём-то постороннем, и эта Тора не будет кошерная. Поэтому заказывают переписывать Тору только такому, такому Суферу, такому праведнику, о котором в точности знают, что он Ере-Шамаем, что он трепещет перед небесами, что он боится Ашема, боится сделать дурное в глазах Ашема, и что он ни в коем случае, ни в коем случае не будет думать во время написания Торы о всяких глупостях и посторонних вещах. Ай, ай! И поэтому Тора, которая выходит из-под его руки, он переписывает её, она наполняется очень-очень большой святостью. Вы знаете, что Тору к Торе евреи относятся с огромным почтением. Нельзя ничего класть сверху на свиток Торы. Нельзя вносить свиток Торы, не дай Бог, в такие места, где есть нечистота от ума. Нельзя, не дай Бог, если свиток Тору упадёт, вся община, вся община будет тогда просить у Ашема прощения и поститься тридцать дней. Тридцать дней. Тридцать дней. Не три дня. Не три дня, нет. Но это пост будет не суточный, а только дневной. Как, скажем, у нас вот был пост Гидалии, да? У нас ночью мы могли есть, а днём мы не ели и не пили. Взрослые, да? Дети, конечно, ели и пили. Вы знаете, что Тора она наполнена... Человек не может вызовить, он может умереть. Он может, если ночью, ночью, Залман, если ночью он может есть и пить, а днём он не ест и не пьёт, то он может и тридцать дней и больше выжить. Он не все тридцать дней подряд не ест и не пьёт. Такого, конечно, быть не может. Ночью разрешено, а днём он постится. От рассвета до заката. Ай! На этой картинке видно, как папа привёл мальчика к Соферу, чтобы показать, как Софер переписывает Тору. Софер переписывает её лист... Я не вижу. Сейчас видно? Сейчас видно. Да. Замечательно. Замечательно. Софер переписывает... Поставьте на доску. На доску. Для этого мне нужно было заранее перед уроком сфотографировать этот лист, тогда бы я мог его поставить на доску. Этот Софер, он переписывает один лист за другим, потом он скрепляет между собой листы, он скрепляет их специальными нитками, нет, это жилы кошерных животных. Они тоже очень крепкие, тонкие и крепкие, и они выдерживают многие-многие годы и не портятся, и не рвутся. когда заканчивает, когда Софер заканчивает переписывать новый свиток Торы, знаете, сколько времени берет переписать свиток Торы? Один свиток, сколько времени хороший Софер может переписывать? Неделю! Неделю! Нет, за неделю он не успеет. Месяц. И даже за месяц он не успеет. За год. За целый год, иногда даже больше, чем за год, Софер переписывает свиток Торы. Поэтому свиток этот он очень-очень-очень дорогой. Вы знаете, что когда Софер заканчивает писать новый свиток Торы, устраивают большой-большой-большой праздник. Собираются все евреи, приезжает машина с музыкой и вся сверкающая разноцветными огнями. Собираются мальчики из всех хейдеров вокруг. Выдают каждому мальчику такой факел со специальной такой крышкой, чтобы никто не обжегся. И они выстраиваются в длинные-длинные-длинные-длинные две шеренги. По краям дороги они идут с факелами впереди Торы и выносят хупу, выносят красивую хупу, на четырех палках поднимают хупу, под которой самые-самые уважаемые люди общины, они несут этот свиток Торы новой от дома Софера и до синагоги, в которую внесут эту Тору, несут ее пешком, по улицам, под музыку и песни, под танцы. Ай, все радуются, все поют. Новая Тора, новая Тора идет, идет на свое место. Вот здесь видно такое шествие, шествие с новой Торой. Она идет из дома Софера куда? В синагогу, в которой она должна остаться. Ай, когда новая Тора подходит к воротам синагоги, из синагоги выходит много-много-много евреев, молящихся в этой свитке, и они выносят все свитки, которые в этой синагоге уже были до сих пор. Каждый свиток несет отдельный еврей, и они со всеми этими свитками выходят встречать новый свиток. Как будто бы все Торы приходят встречать свою новую подругу, новорожденную Тору, которая будет стоять вместе с ними в Аронакодыш в шкафу, в специальном освещенном шкафу, где хранятся свитки Торы. И вот в этот вечер они все выходят ее встречать и танцуют, и поют, и с песнями, и с танцами новая Тора входит в свою синагогу и отправляется на свое место. Ай, дорогие мои, дорогие мои малыши и не малыши, все мои дорогие друзья, я бы вам рассказывал еще и рассказывал, но, к сожалению, наше время уже подошло к концу, и я желаю вам шаббат шалом, кроме тех, кого я еще увижу на спокойной ночи в уши, шаббат шалом, да, у нас был уже такой снег, у нас такой праздник был. Замечательно, замечательно, я очень-очень рад, у нас часто в Иерусалиме, у нас очень часто бывают шествия с Торой, то в одну синагогу, то в другую синагогу, где-нибудь, да, обязательно появляется новая свеженаписанная Тора. Я вам всем желаю счастливого, счастливого, хорошего года Шана Това и Гмар Хатима Това. Гмар Хатима Това это печать, печать под добрым, под хорошим приговором небес на хороший счастливый год, на то, чтобы все вы были здоровы и все евреи были счастливы и чтобы все у нас у всех было очень-очень хорошо. Через 10 минут начнется урок Таич. Я пока что прощаюсь с вами. Шаббат Шалом, Гмар Хатима Това, Шана Това. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А. Корректор А. Субтитров А. Субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.